Родила вот мальчика две недели назад, назвали Артем, родился 3600, 58 сантиметров, такой немаленький, да. На 11-й день оккупации мы в конвое поехали с военными русскими до Белоруссии, в Белоруссии нас уже отпустили, ну и мы уже взяли курс на Польшу. И оказались здесь, пересекли границу и обратились сразу в стражи граничные. Нас привезли в эту ассоциацию. Несколько дней посидели, попрятались в подвалах, я на тот момент была на 9-м месяце беременности и поняла, что дальше так продолжаться не может, поэтому я с мамой, сестричка маленькая, 4 года, и еще мужа, две сестры двоюродных, мы решили, что все-таки будем уезжать, потому что впереди роды, я не представляла, как дальше это будет происходить. Поэтому приехали сюда, в центр. Наталия и Юлия являются два миллиона украинских refugees, которые уехали от русских шелинок, чтобы собрать помощь для своих детей. И они находили в Байла, Подласка. В полном центре, вначале создавали для поддержки детей, молодых и детей с автором. Когда война произошла, проект DCBC for Autism project was prompt to adapt its premises to host the fleeing population. Я думаю, что 24 люта изменил жизнь многих людей. Такий первый наш отрук, то то, что хотели помочь. Проект закладывал выводование инфраструктуры, но объект был невыпосажен. Локальная общественность, фирмы, организации нас в почетном этапе спорили. Почетку декларировали, потому что в основе эта инфраструктура, в которой мы находимся, подготовлена на 12 дорослых людей с автором. Диспонуем 12 покоями, заадаптировали помещения, которые находятся покоями, а лазинка для использования, это лазинка на корыторе, wspólная. На сегодняшний день живет 51 человек, поэтому очень быстро, как бы сказать, мы использовали наш потенциал. Сотрудники ассоциации помогли со всем необходимым, вплоть до памперсов, одежды, мне помогли тоже с одеждой, ну, игрушек кучу сестре маленькой надавали, ну, то есть помощь огромная. Этемпри-шелтер is not the only thing that the association is offering to the Ukrainian refugees. Приехали нам сразу с детками, работала психолог, работала психолог, чтобы дети немножко привив себя в чувства. Дочка ходит до школы, помогает, помогает в пошуках работы, помогает в пошуках, допустим, какие-то документы оформить, цепсов, это все говорит, куда идти, в какие службы. To open doors to people in need is the core mission of the Commonwealth Association. For 15 years it has been providing support to children with autism and their families. Born as a small NGO, the association grew up to a big institution with 160 employees, a therapy and diagnostic center, a kindergarten, a school, a special professional training center to facilitate the social inclusion of youth and adults with autism spectrum disorder. Я маму детства с аутызмом, который уже на день сегодня 21 лет. 18 лет тому, то есть в момент, когда у моего сына здиагнозовано аутызм, в моменте, когда у моего сына здиагнозовано аутызм, świat был очень brutalный, если chodzi о особи с аутызмом. Не было żadного спарча, ни с ним. То есть, я участвовала в этой же дистанции. Я участвовала в моем моем жизни. Не украшу, что это была огромная революция в моем жизни, потому что я с чем делал, в этом направлении. Укрыла в психологию, в специальную педагогику. През мысль мне прошло, что это будет иметь огромный размер, что это будет так много институции в этой же мировой. Вякрость того, что политика, это одна. А мы помогаем детску с аутызмом. Мы помогаем родине, которая выховывает детство с аутызмом. Мы знаем, как это трудная ситуация, если это детство с аутызмом на Украине, в Беларуси, в России или в Польше, то это все же самое проблема. Это детство, которое потребует помощи, это родина в очень трудной ситуации. Я глубоко верю в то, что будет еще такой момент, чтобы мы могли вместе со собой спортировать. Продолжение следует...